Истинный Христос и Лжехристы Истинный Христос и Лжехристы Часть первая Записано в Церкви Святого Августина в Англии. На этом и следующих уроках мы рассмотрим тему «Истинный Христос и Лжехристы». Я думаю, уместно будет начать с объяснения о Слове Христос, которое знакомо всем христианам, выросшим в церкви, но я думаю, что существует много христиан, не понимающих его полного значения. Так же, как существует много евреев, которые не понимают, что имеют в виду христиане, когда говорят «Иисус Христос». Видите ли, Слово или понятие «Христос» не берет свое начало из Нового Завета. Оно было центральной темой Ветхого Завета, и оно пришло к своему исполнению и своей завершенности только в Новом Завете. И в Ветхом Завете на иврите есть Слово, которое соответствует этому греческому Слову в Новом Завете. Я думаю, полезно будет написать его перед вашими глазами. Итак, Ветхозаветное, до Рождества Христова. Кто из вас знает это слово «Мессия»? Правильно. Если вы придерживаетесь иврита, вы можете сказать «Машиях». Это то же самое слово или то же самое понятие, что и Новозаветное «Христос». Поэтому, когда я говорю «Иисус Христос», я говорю «Иисус Мессия». Многие христиане не понимают этого. И я думаю, большинство евреев не понимают, что когда мы говорим «Иисус Христос», на самом деле мы говорим «Иисус Мессия». Затем, существует не только истинный Мессия, истинный Христос, но существует также лже-Мессия, лже-Христос. Я думаю, для нас становится чрезвычайно важным уметь различать истинного Христа и лже-Христов. В первом послании Иоанна, 4 глава, 18 стих, Иоанн говорит об этом вопросе, обращаясь к истинным верующим во Христа. Дети – последнее время, то есть последнее время этой эпохи. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Затем у нас есть слово «Антихрист», и я думаю, оно опять нуждается в некотором объяснении. Слово «Антихрист» – сложное слово. Оно состоит из двух слов «Анти» и «Христос». Для того, чтобы понять его значение, нам необходимо знать значение слова «Анти». У приставки «Анти» в греческом есть два значения. Прежде всего, «против» и, во-вторых, «вместо». Итак, Антихрист имеет два направления деятельности. Прежде всего, он против истинного Христа, и, во-вторых, он стремится занять место истинного Христа. Это основа. Я скажу еще раз. Антихрист – это тот, кто против Христа, против Мессии, то есть находится в оппозиции Ему. И, во-вторых, «вместо Него» тот, кто стремится занять Его место. Для того, чтобы очень просто проиллюстрировать это, некоторые мои друзья, принадлежащие Евангелической Церкви в Соединенных Штатах, и я хочу конкретно подчеркнуть деноминацию, однажды сказали мне, они сказали, «в нашей Церкви вы можете говорить о Сократе, вы можете говорить о Платоне, вы можете говорить о Будде, вы можете говорить о Мартине, Лютере, Кинге, и никто не расстроится. Но если вы говорите об Иисусе, люди начинают нервничать». Что это? Это прежде всего нечто, которое против, но и также подготовительная фаза для «вместо». То есть вы получили представление, с чем мы имеем дело. Если нет, то вам станет ясно впоследствии. Итак, я возвращаюсь к первому посланию Иоанна 2,18. Иоанн говорит, «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Иными словами, одной из отличительных черт завершения этого века будет появление многих Антихристов. многих людей, противостоящих истинному Христу, и чьей целью является занятие Его места. Это было истинно со времен апостолов. Но чем ближе мы подходим к концу этого века, тем более это становится ясно. И в Евангелии от Матфея, 24 главе, мы посмотрим это место позже, Иисус, говоря о периоде непосредственно перед концом этого века, предупредил нас, что будет много лжепророков и лжехристов, или лжемессий. Поэтому я желаю уделить некоторое время для указания главных черт периода, который будет предшествовать сразу к концу века, который в особенности открывает путь явлению Антихристов. Прежде всего, я хочу обратиться к Матфея, 13 главе, стихи 29 и 30. Это глава притчей о Царстве Божьем. Эта глава содержит 7 притчей о Царстве Божьем. И одна из главных притчей – притча о пшенице и плевелах. Я уверен, что большинство из вас знакомы с ней. И там говорится о земледельце, который засеял свое поле хорошей пшеницей. Но ночью, когда никто не видел, пришел враг и умышленно посеял плевелы. Я не являюсь экспертом в сельском хозяйстве, но я понимаю, что плевелы – это сорняки, которые очень похожи на пшеницу, по крайней мере, на раннем этапе роста. И в соответствии с притчей, когда рабы проснулись утром, они обнаружили плевелы, которые росли вместе с пшеницей. Я думаю, что это является картиной того, что мы называем христианством или Царством Божьим. Итак, мы обнаруживаем пшеницу, приносящую должный плод, и плевелы, которые выглядят как пшеница, но не приносят плода. И в этой притче рабы-домовладыки говорят, «Пойти ли нам и вырвать плевелы?» И я дам вам ответ, который записан здесь. В стихе 29 домовладыка сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Это показывает, что между пшеницей и плевелами очень мало внешнего различия. Даже люди, которые постоянно работали в поле, могли легко вырвать пшеницу, думая, что это плевелы. Иными словами, очень мало внешнего различия между истинными верующими и приносящими плод и теми, кто называет себя верующими, но плод не приносят. Все это является картиной не языческого мира, а того, что Иисус называет Царством Божьим или то, что мы называем христианством. Затем Иисус представляет Божью программу работы с плевелами. Он говорит, «Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». При истолковании этой притчи Иисус говорит, что жнецы — суть ангелы. То есть, для людей слишком трудно отделить плевела от пшеницы. И когда Иисус говорит, «Это не ваша проблема. Оставьте это для меня и для ангелов. Когда придет время, я позабочусь об этом». Это важно, потому что часто в своем рвении если мы занимаем какое-то положение в теле Христовом, мы можем сказать, «Давайте избавимся от плевел». Иногда очень так хочется разобраться с людьми, которые претендуют на то, что являются христианами, но, кажется, не приносят никакого плода. И часто кажется, что решение заключается в том, чтобы убрать их из церкви. Но это не решение. Нам нужно быть терпеливыми. Нам нужно терпеть, что среди пшеницы есть плевелы. И моя главная ответственность заключается в том, чтобы быть пшеницей, а не плевелом. Много лет назад я учил в Кении, в Африке студентов. И моей главной целью было привести их к Господу. Но у них было несколько стандартных возражений, которые они использовали как поводы к отвержению Евангелия. И одним из них было, «В церкви слишком много лицемеров». Я отвечал, «Новый завет ясно говорит, что в церкви будут лицемеры. И если бы в церкви не было лицемеров, Новый завет не был бы истиной». Факт, что в церкви есть лицемеры, указывает, что Новый завет истинен, и вы должны верить ему. Или проверьте, не являетесь ли вы сами лицемерами. И так, у нас здесь наблюдается определенная ситуация. Я должен заметить, что она применима к современному христианству по всему миру. Что есть пшеницы, и есть плевелы, и они растут бок о бок. И не наше дело уничтожать плевелы. Наша ответственность заключается в том, чтобы мы убедились, что мы являемся пшеницей. Но если вы посмотрите, так сказать, с естественной точки зрения, вы обнаружите удивительный факт. Один и тот же климат, необходимый для созревания пшеницы, помогает поспеть и плевелам. Поэтому, если вы желаете, чтобы поспела пшеница, вам придется смириться с тем, что плевелы тоже будут зреть. Не может быть одного без другого. Я думаю, это относится к веку, в котором мы живем. Если бы я должен был выбрать одно слово для описания климата, которое помогает созреть и пшеницы, и плевелам, этим словом было бы вседозволенность. Вседозволенность. Которая, как я обнаружил, является поразительной чертой периода времени после Второй мировой войны. Те из вас, кто не жил до Второй мировой войны, не могут знать, как изменилась Британия. Если бы мне сказали, когда я был мальчиком лет 12, и как будет Британия выглядеть после Второй мировой войны, я бы не поверил этому. Весь климат полностью изменился. полностью весь климат изменился. И, как я уже сказал, слово, которое я бы использовал, это вседозволенность. В основном, сегодня вы можете заниматься всем. Это верно, как в мире, так и в церкви. Люди сейчас в церкви делают то, чего они никогда не могли бы делать 50 лет назад. Хлопать в ладоши. Об этом даже и не слышали. Я помню, как я посетил 50-ническое собрание в 41-м году, и люди там хлопали в ладоши. Я был в шоке. И, кроме того, они пели гимны из песенника красного цвета. Но это еще не все. Проповедник там раньше был водителем такси. И он рассказывал историю Давида, пастушка. И он был одним из тех проповедников, которые считают, что все нужно делать очень живым образом. И когда он представил воображаемый диалог между Давидом и царем Саулом, то когда он говорил за Давида, он становился на сцену и говорил в сторону стоящей скамьи. А когда он говорил за царя Саула, то он становился на скамью и смотрел туда, где он стоял, когда был Давидом. А я просто смотрел на все это. Я только что проучился 7 лет в Кембриджском университете, и я не привык к такому. И когда он страстно говорил речь царя Саула, скамья развалилась. И он упал с грохотом на пол. И я подумал, ну это еще не все. Кто знает, где кончаются границы в таком месте? Но это было еще лишь немного из того, что мы увидели позже. Танцы в церкви. Истинно, нет границ тому, что делают люди. Я не против этого, я просто указываю, что раньше так не было. Климат изменился. Он изменился в мире, но он также изменился и в церкви. И истинно, это испытание наших мотивов. Потому что, если вы желаете делать зло, очень немногое может остановить вас. И если вы желаете делать добро и повиноваться Писанию, вы можете делать это. Существует свобода и для Пхеницы, и для Плевелов. И это климат, в котором мы приближаемся к завершению этого века. И затем у нас есть картина конца этого мира. Во втором Тимофею, третья глава, первые пять стихов. С первого стиха. «Знай же, иными словами, будь уверен в этом, что в последние дни, это опять-таки период перед концом века, наступят времена тяжкие». И вы знаете, в толкованиях часто написано, наступят времена стресса. И это очень примечательно, потому что стресс – это одно из новых слов, которые используют все. Но 40 лет назад люди не говорили о стрессе. Они думали, где находится этот стресс? Они действительно задавали себе такой вопрос. Затем, почему времена будут тяжкими? «Главная проблема – дегенерация человеческого характера и поведения. Именно это несет опасность». Затем Павел дает 18 аспектов человеческого поведения, которые будут явны при приближении конца века. Я просто быстро прочитаю этот список. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добро, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, чем боголюбивы». Вот 18 моральных или этических недостатков. Я скажу вам, что большинство из них явно прослеживается в нашей культуре. И истинно главная проблема в том, что люди любят больше всего. Это начинается с самолюбия и сребролюбия, заканчивается любовью к удовольствиям. И если вы возьмете культуру сегодняшней Европы, включая Британию, людьми руководят три вещи — самолюбие, сребролюбие и любовь к удовольствиям. И между ними все эти другие характеристики. И затем в стихе пятом говорится, «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это удивительно. Вы думаете, что все эти люди мирские, но Павел говорит, «Нет, они говорят о благочестии». Для меня было бы удивительно, если бы Павел использовал слово «благочестие» в отношении любой религии, кроме истинной. То есть здесь люди называют себя христианами, но их характер развращается. Они не были изменены истинной Евангелия. То есть они исповедуют веру, но отрекаются от силы, способной изменить людей. И если я выберу одно слово, суммирующее все это, то это эгоизм. Я говорил людям во многих местах. «Послушайте, вы можете не курить, вы можете не пить, не употреблять наркотики, но если вы эгоистичны, если вы живете только для себя, то ваша жизнь есть отрицание силы Евангелия. Вы не лучше других. Вы, может быть, только немного осторожнее. Вы избегаете того, что будет вредить вам. Но истинная отличительная черта христиан этого века неэгоистичность. И те, которым не хватает этой черты, претендуют на звание, но отрекаются его силой. И затем Павел говорит, «таковых удаляйся». Другими словами, не трать свое время на них. Я думаю, это важное послание служителям Евангелия. Не тратьте слишком много времени на эгоистичных, сосредоточенных только на себе людей. Потому что, чем больше времени вы уделяете служению им и молитве за них, тем более эгоцентричными они становятся. Эго человека, его «я» — это тюрьма. И всякий раз, когда вы не сходите к нему, вы укрепляете решетки этой тюрьмы. Затем в этой же главе Павел говорит о всплеске оккультизма, который опять же является одним из наибольших изменений в западном обществе после Второй мировой войны. И в стихах 8 и 9 Павел говорит, «как и Анни, и Амври противились Моисею». И помните, это египетские волхвы, которые противились Моисею. Они занимались оккультизмом. Если вы прочитаете эту историю, Моисей бросил свой жезл, и жезл стал змеей. Но фараон не был впечатлен. Он сказал, «Я посмотрю, что сделают мои волхвы». И они бросили свои жезлы, и те стали змеями. Можете ли вы поверить в это? Сатана может давать силы людям творить определенные чудеса. Но в отличие, которое мне всегда нравилось, заключается в том, что змея Моисея съела змей волхвов. И так в конце этой встречи жезл Моисея был толще и крепче, а у волхвов не осталось жезлов. Но давайте уясним себе, что битва происходила не на уровне теологии, не на уровне споров, но на уровне силы. И так будет при конце этого века. Вы не выиграете битву теологическими утверждениями. Вам нужно будет демонстрировать силу, которая больше силы врага. И чуть ниже, в стихе 13 этой главы, Павел говорит, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать в вас зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». У меня была возможность изучать греческий с 10 лет, и я могу преподавать его на университетском уровне. Это не значит, что я всегда прав, но это значит, что я могу иметь свое мнение. Я скажу вам по поводу этого слова «обманщики». Я смотрел это в трех разных греческих словарях, и все они говорят одно и то же. Это слово «обаятели». Итак, как люди очаровывают? О чем здесь говорится? Это магия, колдовство и волшебство. Вот что это значит. Злые же люди и оккультисты будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Иными словами, одна из главных черт этого периода — взрыв оккультизма. Итак, мы здесь видим дегенерацию человеческого характера. очень много номинального христианства, не являющего своей силы, а также взрыв оккультизма. И все это является отличительными чертами дней, в которые мы живем. И все они так или иначе открывают дорогу или подготавливают путь для Антихриста. И затем мы обратимся к самому концу Нового Завета, книге Откровения, 22 главе, и прочитаем стихи 10, 11, 12. Ангел сказал Иоанну Богослову, «Не запечатывай слов в пророчество книги сей», то есть книги Откровения, ибо время близко. Неправедный пусть делает неправду, нечистый пусть еще оскверняется. Праведный да творит правду еще, или да будет праведным дальше. И святой да освящается еще. Или вы можете сказать, «Еще более святым, еще более праведным, или еще более неправедным, еще более скверным». То есть это удаление друг от друга. Праведные становятся более праведными, скверные более скверными. Опять же, это тот же климат вседозволенности, который ничего не удерживает. Люди не ограничены внешним давлением общественного мнения и стандартов. «Каждый свободен делать свое». И Господь как бы говорит, «Если ты хочешь быть неправедным, будь, тебе недолго осталось». Но праведному говорит, «Продолжай делать правду, и не удовлетворяйся уровнем праведности, которого достиг. становись еще более праведным, еще более святым». То есть в конце этого века пути расходятся. И затем мы посмотрим в книге Даниила для выяснения еще одной черты. Все это относится к появлению лжехриста или лжехристов. Но в особенности лжехриста. В книге Даниила, 8 главе, стих 23, говорится о некоторых царствах Ближнего Востока. «Во что мы не будем углубляться? Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». И в целом, комментаторы Библии соглашаются с тем, что это антихрист. Но заметьте, что должно произойти, чтобы он восстал. Когда отступники исполнят меру беззаконий своих или бунтари. Иными словами, человеческое бунтарство должно достичь своего пика. И достигнув своего пика, оно откроет путь антихристу. Давайте коротко рассмотрим некоторые черты времени, которые относятся к появлению антихриста. Прежде всего, в Царстве Божьем пшеницы и плевелы зреют бок о бок в одном и том же климате вседозволенности. И затем в миру прогрессирующее ухудшение человеческого характера или поведения. И в отношении этого Бог однажды показал мне кое-что. Он сказал, «Гниение имеет необратимый характер». Главное слово, описывающее человеческую природу, это слово «тлеть», то есть «гнить». И в каждой области бытия тление или гниение, оно неизбежно, оно необратимо. Если что-то гниет, вы не можете обратить этот процесс, оно станет еще более гнилым. И это истина в отношении человеческой природы и человеческого общества. Тление, то есть гниение, которое действовало в обществе со времени грехопадения Адама, увеличивается. И невозможно обратить его. Его можно замедлить, но не обратить. Вот почему Бог не волнуется об этом. Божье средство — это новая тварь, новое творение. Он не пытается что-то залатать, улучшить или реформировать старое. Он говорит долой. «Я даю нечто новое, то, что нетленно, то, что чисто, что происходит от Бога». И мы уже видели во 2 Тимофею, 3 главе, огромный всплеск оккультизма. И затем мы видели в конце откровения расхождение путей. Праведные должны стать более праведными, лукавые более лукавыми. И когда все это определенным образом суммировано в книге Даниила 8.23, и здесь говорится, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, когда человеческий бунт против Бога, Его законы, Его стандартов и Его праведности достигнет своего пика, и это высвободит путь Антихристу. Теперь я опять хотел бы обратиться к первому посланию Иоанна и посмотреть на три различные формы, в которых Новый Завет является Антихристом. Прежде всего, мы посмотрим первое послание Иоанна, вторую главу, начиная со стиха 18. Мы уже смотрели этот стих, но посмотрим его снова. 1 Иоанна 2.18. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. То есть, здесь есть Антихрист, то есть, конкретная личность, которая появится при завершении человеческой истории. Но есть также много Антихристов. И обратимся к 1 Иоанна 4.18. то мы здесь прочитаем только первые три стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Это важно для нас сегодня, испытывать духов. Не верьте всякому пророчеству, не верьте всякому откровению, не верьте любой книге. Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков в мире. Лжепророк — это тот, у кого лживый дух заблуждения, который направляет то, что говорит этот лжепророк. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Это основная проверка, с каким духом вы имеете дело. На самом деле, вы можете иметь дело с бесом в человеке, или вы можете иметь дело с учением. Если учение не признает, что Иисус Мессия пришел во плоти, оно не от Бога. И далее. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Здесь мы видим описание духа Антихриста. Итак, у нас всего три проявления. у нас нечем это сделать. Пожалуйста, почистите мою доску. У нас нечем это сделать. Спасибо. Пока вы будете делать это, пока ты сделаешь это, я буду продолжать. Это одна из моих внучек. Она прекрасно чистит доски. Итак, у нас три проявления. Во-первых, Антихристы во множественном числе. Во-вторых, Антихрист как отдельная личность, которая появится при завершении человеческой истории. И также мы имеем дух Антихриста. То есть, это дух, который действует через любого Антихриста. Я запишу их в таком порядке. Первое, Антихрист. Второе, много Антихристов. И третье, дух Антихриста. Итак, каждый Антихрист находится под контролем духа Антихриста. Но окончательная версия Антихриста, насколько я понимаю, еще не появилась в истории. Я убежден, что она легко может возникнуть до конца этого тысячелетия. Я думаю, что есть очень большая вероятность этого. Это мое личное мнение. Дух Антихриста. Итак, мы должны определить, с чем мы имеем дело. Тот пример, который я привел вам о христианской церкви, они называют себя христианами, но ничего не хотят слышать об Иисусе. В этой церкви действует дух Антихриста. И я хочу сказать, что если вы возьмете западный мир, то этот дух действует по крайней мере в 50% церкви, которая называет себя христианской. это не теория для следующего тысячелетия, но это моя личная оценка. Я много путешествую по разным странам, среди людей разных рас и донимационного прошлого. И не то, что я бы часто бывал в таких церквях, но я встречаю людей, которые рассказывают, что происходит в их церквях. Затем нам нужно определить отличительные черты духа Антихриста, как мы различаем его. И я выделил бы три такие черты, названные в первом послании Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава, прежде всего стих 19. Они, то есть Антихристы, вышли от нас. Вы видите, что даже во дни апостола Иоанна они уже действовали. Это еще в первом веке. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Итак, первая важная черта заключается в том, что дух Антихриста связан с народом Божьим. Вы должны различать две совершенно разные вещи. Язычество, которое есть поклонение лжебогам и идолам, это не отрицание того, что Иисус есть Мессия. На самом деле, большая часть языческого мира даже не слышала, что Иисус когда-то приходил. Невозможно быть Антихристом, если ты никогда не слышал об Иисусе, понимаете? И так, это язычество. Оно от сатаны, но это не дух Антихриста. Дух Антихриста может действовать только там, где уже был провозглашен Иисус. Дух Антихриста в определенном смысле является последним движением сатаны. Это последняя попытка расстроить планы Божьи. И по моему мнению, это самая мощная злая сила, действующая на земле. И я думаю, что Руф и я мы можем говорить об этом не только теоретически, потому что, живя на Ближнем Востоке, мы жили в вихре под воздействием, когда мы видели, как действует сила Духа Антихриста. Там он гораздо сильнее, чем в любой другой части мира. Видите ли, сатана стратег. Он очень хорошо знаком с библейскими пророчествами, и он знает, что сей век завершится у Иерусалима. Более того, он знает, что еврейский народ обратится к Богу. Поэтому он построил самые сильные стены сопротивления вокруг Иерусалима, в земле Израильской и на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что никого не оскорблю, но один из самых ярких примеров Духа Антихриста это Ислам, то есть религия мусульман. Религия мусульман. Я думаю, что я никого обижу, если напишу на доске. Ислам означает совершенство или завершенность. Это значение этого слова. На самом деле оно связано со словом Салам, которое в свою очередь связано с еврейским словом Шалом. Но мы не будем углубляться в это. Видите ли, Мохаммед начал с Писаний, со священных Писаний, и в определенном смысле его книга Коран произошла из Ветхого Завета. На самом деле большинство мусульман говорят, что они верят Ветхому Завету. Он также знал о приходе Иисуса, и Коран говорит о сыне Марии, но он говорит, что христиане извратили послание Иисуса, и что его религия теперь является совершенством и завершением Ветхого и Нового Завета. И сейчас мы посмотрим на некоторые другие черты Духа Антихриста, и вы увидите, что все они явлены в Исламе. Это не моя личная атака на Ислам, это просто объективный анализ фактов. Давайте перейдем к первому посланию Иоанна 2 главе 22 стих. Здесь у нас вторая черта. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Мессия? Здесь ради смысла лучше сказать Мессия. Итак, вторая черта Антихриста, он знает о пришествии Иисуса, но отрицает, что Он Мессия. И это не совсем точно в отношении Ислама. Он не оспаривает это, но он так обесценил понятие Мессии, что в действительности оно лишено там смысла. И затем третья черта в том же самом стихе это Антихрист отвергающий Отца и Сына. Итак, Антихрист не принимает библейского откровения о личности Божества, Отце и Сыне. И здесь Ислам яркий пример, потому что мусульмане фанатично отрицают факт, что Иисус Сын Божий. в знаменитой мечети Аллахса на территории Ирака по-арабски дважды написано «Богу не нужен Сын». Вы можете убить мусульманина, и он признает, что Иисус пророк, и они используют фразы, которые звучат, как будто они верят в это. Но если вы попытаетесь заставить их признать, что Иисус Сын Божий, вы получите совершенно другую реакцию. Руфи и я однажды, около четырех лет тому назад, были в Пакистане, население которого почти на 98% мусульмане. И Бог открыл для нас двери примерно на неделю, чтобы проповедовать довольно большим собранием. Эти собрания были большими по одной простой причине. мы объявили, что будем молиться за больных. И если бы мы этого не сказали, вряд ли пришло бы даже немного людей, так как мы сказали, это люди пришли тысячами. И они видели чудеса исцеления. Они увидели, как открываются слепые глаза, как хромые ходят и так далее. И в конце мы говорили, кто из вас желает принять Иисуса? Кто из вас желает спастись? кто из вас желает принять Иисуса? И буквально тысячи мусульман на протяжении той недели встали для этого. И я был первый, кто столкнулся с этой ситуацией там, и я сказал, я хочу повести вас в молитве. И переводчик повторял за мной слово в слово. И я начинал эту молитву, и все повторяли за мной. Я всегда начинал ее одинаково. Господь Иисус Христос, я верю, что ты Сын Божий и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. И еще одно, что отрицает ислам, это то, что Иисус действительно умер. Они говорят, что ангел взял его с креста до того, как он действительно умер. И я хочу подчеркнуть, что это не атака на ислам, это просто анализ этой религии в свете откровения. Но вы обнаружите, что это самая крупная сила, противящаяся Евангелию сегодня на земле. Недавно одна группа людей, связанных со всемирной евангелизацией, составила список 40 наименее евангелизированных стран на земле. Из них 24 мусульманские. Итак, вы видите, что в некотором смысле дух Антихриста это последний оплот сатаны. Затем есть другие действующие духовные силы, которые также являют черты Антихриста. Я думаю, что мне было бы нескромно составлять подобный список, но я думаю, я дал вам достаточно черт, чтобы вы могли распознать его. пожалуйста, помните, что недостаточно быть религиозным. На самом деле, религия, возможно, величайший барьер к принятию Иисуса. Но позвольте мне очень четко сказать вам, очень четко сказать вам, что главная битва, самая последняя битва, это битва против Духа Антихриста. Это последнее усилие сатаны, чтобы воспрепятствовать к концу века. Он построил этот постамент много веков тому назад вокруг Святой Земли и вокруг Иерусалима. Посмотрите на карту Ближнего Востока. Все страны, окружающие Израиль, мусульманские. И в этих странах запрещено проповедовать Евангелие, запрещено обращать мусульманина. И обращенный мусульманин подвергается смертной казни. Недавно, буквально несколько дней назад, я встретил здесь, в Британии, одного обращенного мусульманина из Северной Индии. И он рассказал... Прежде всего, я спросил его, как ему нравится материал, который мы подготовили. И затем он сказал, большинство мусульман, уверовавших в Иисуса, убиты. И он не говорил это драматическим образом, он просто констатировал факт. И обычно их убивают их же родственники, потому что для любой мусульманской семьи считается бесчестием, чтобы ее член обратился ко Христу. И чем выносить такое бесчестие, обычно отец или братья убивают верующего? Итак, в оставшееся время давайте посмотрим три названия, три других названия, которые даны Антихристу. Два из них вы найдете во втором послании Фессалоникийцам, глава вторая. Павел говорит о пришествии Христа, о возвращении Христа в силе и славе для установления его царства. И эта глава является одной из основных глав на эту тему. Оно начинается так. Молим вас, братья, о пришествии. Пришествии по-гречески слово Парусия. Возвращение. Возвращение Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, или лучше даже день Господень. Не верьте, если люди говорят вам, что день Господень уже наступил. Вы видите, они уже говорили это во времена Павла, вы видите лживость агентов сатаны, они даже посылали письма, как будто бы те были написаны Павлом, поэтому Павел заботится особенно о том, чтобы написать «Вот моя настоящая подпись во всех моих письмах, не верьте никакому письму, в котором нет этой подписи, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели». Павел здесь говорит две вещи. Прежде всего пришествие Господа не случится кое-что еще. И здесь говорится отступление. В других версиях использовано слово отступничество или бунт. Но греческое слово, от которого мы получили слово отступление, означает отступничество. Это значит произвольное сознательное отвержение явленной истины. То есть произойдет сознательное отвержение истины и не просто какое-то небольшое отступление, но полное отступничество. Где может произойти такое? Такое может произойти только с теми, кто уже обладал явленной истиной. Сперва явлена истина, а затем происходит сознательное отступничество. Итак, где это произойдет? В церкви. Единственное другое место, где это слово употребляется в Новом Завете, это место, где Павел обвиняет в том, что он учит об отступлении от закона Моисеева среди евреев. То есть это явное отвержение явленной религиозной истины. Итак, Павел говорит, пришествие Господа не произойдет. Я знаю, что в отношении этого есть разные мнения. Я очень открыт. Есть то, чего я не знаю. Есть то, чего я не понимаю до конца. Но то, что ясно, тому я учу. Павел говорит, пришествие Господа не произойдет, пока не произойдет прежде отступничества. И затем он говорит, «Откроется человек греха», или лучше сказать, «человек беззакония», «сын погибели». Так что здесь еще есть два направления. Кроме Антихриста, он также является человеком беззакония. «Откроется» вы помните, Иисус сказал Матфея 24, «И по причине умножения беззакония во многих христианах охладеет любовь». Он также сын погибели. «Откроется» это еще два названия «Антихрист», «Человек беззакония», «Сын погибели». И есть еще одно, оно находится в Откровении 13, 13, 13-я глава. И мы прочитаем с первого стиха. «И стал я на песке морском, и увидел из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И затем говорится, «И видел я, что одна из его голов как бы смертельно была ранена». И в конце стиха 3-го «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Вы видите, слово «зверь» постоянно повторяется. Но лучше даже использовать такое выражение, как «дикий зверь». Это жестокое, дикое, яростное, смертоносное животное. теперь у нас более полная картина. То есть Антихрист, который является человеком беззакония, сыном погибели, диким зверем. Ответьте, кто еще в Новом Завете назван сыном погибели? Иуда Искариот. И видите, Иуда был апостолом. Он начинал с Иисусом. Это одна из отличительных черт. Затем в книге Откровения есть сознательное противопоставление двух существ. Первое это «дикий зверь». Значит, «дикий зверь». По-гречески это звучит звучит так. Терион. Кто может сказать мне, кто другое существо, которое противопоставлено дикому зверю? Агнец. Правильно. И по-гречески это очень похоже звучит. Амион. Видите, окончание одно и то же. это один из акцентированных контрастов Откровения. Миру придется выбирать. Так установил Бог. Он весь мир встанет перед выбором. Вы хотите агнца или вы пойдете за зверем. И это удивительно похоже на то, что произошло уже раньше. При допросе Иисуса Пилат сказал, кого отпустить вам, Иисуса или Вараву? Иисус невинный Варава преступник. И что они избрали Вараву? Вы думали об этом? И история повторится. Столкнувшись с выбором между Иисусом агнцем и диким зверем, подавляющее большинство человечества изберет зверя. И один из Божьих способов суда над людьми, который совершается на протяжении всей истории, это позволить им иметь того правителя, которого они заслуживают. И один из последних судов Божьих состоит в том, что Бог позволит этому ужасно жестокому, злому, деспотичному, низкому существу владычествовать над всем человечеством. Видите, когда Иисус появился у реки Иордан, Иоанн Креститель должен был представить Его. Вы знаете, что Он сказал? Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сразу же после этого что произошло? Святой Дух в виде голубя сошел на него и пребывал на нем. И здесь чудесная истина. Голубь ищет агнца. Голубь никогда не пребудет на тигре или слоне или другом диком животном. Он ищет единственную природу, природу агнца. Какие черты природы агнца? Я бы выделил три аспекта. Чистота, кротость и отданная жизнь. И видите, мы будем частью этого решающего процесса. Либо мы будем взращивать в себе природу зверя, либо мы будем взращивать в себе природу агнца. Если будет нужно, готовы ли мы пострадать? Готовы ли мы положить свою жизнь? Будем ли мы взращивать в себе характер Иисуса даже посреди бушующего зла? Это очень реальное решение. Это не абстракция, не теория, это не теология. И это вопрос, стоящий перед человечеством. Дикий зверь или агнец? Я верю, что вы видите, что это не абстрактная лекция о чем-то отдаленном. Это очень реально в отношении вас и меня в это время.